Вторая домашняя игра севастопольцев сулила хозяевам легкую победу. Феодосийская кафа приступила к тренировкам лишь в середину июля, поэтому у моряков были все шансы расправиться с новоиспеченным коллективом без лишних проблем. Но не тут-то было. Начало игры и кафа спешит в атаку. За первые полчаса игры феодосийцы трижды угрожали воротам хозяев. Севастопольцы сумели оправиться после энергичного старта и даже провели несколько ударов по воротам соперника. Охладил пыл моряков внезапный гол феодосийского хавбэка Владимира Шишени. Севастопольцы устремились вперед и, казалось бы, должны забивать, но отважная кафа стойко держит оборону. Сколько ни пытались Андрей Кива, Станислав Гудзикевич, Александр Жабокритский, Артем Култышев и Евгений Прокопенко пробить голкипера, но ничего не получалось. Мало того, в конце тайма кафа едва не забила во второй раз, благо ворота севастопольцев спас Сергей Науменко. Звучит свисток, и севастопольцы идут на перерыв, понурив головы. Предупреждали ребят, что не будет легких соперников. Видно, немножко в первом тайме ребята подумали, что они еще играют в прошлом, в переходном чемпионате. Поэтому не было движения, плохой был переход из обороны в атаку. Сзади чудили немножко, но я думаю, разберемся. Второй тайм у нас в перерыве состоялся немножко такой мужской разговор с ребятами. Крепкое тренерское слово сыграло свою роль. Действия севастопольцев стали более слаженными и результативными. Яркое тому доказательство – гол на 46-й минуте. В начале розыгрыша феодосийцы лишаются мяча. Евгений Бридун отдает длинную передачу на Сергея Ференчака. Опытному футболисту осталось лишь немного – подправить мяч, чтобы тот вошел точно в угол ворот. Ответный гол из КЧФ воодушевил игроков на подвиге. Посыпалась череда опасных ударов по воротам феодосийцев. Александр Жабакрицкий врывается с мячом в штрафную зону, но тут же падает в окружении соперников. Звучит свисток – стадион в ожидании пенальти, но судья увидел в этом моменте симуляцию. Вторая желтая карточка для Жабакрицкого и раздосадованный нападающий покидает поле. Добавим, что это первая красная карточка за очень долгий период. Федосийцам хоть и стало проще, но перехватить инициативу так и не удалось. Зато у севастопольцев получилось удвоить счет. Вышедший на замену Иван Шишкин зарабатывает штрафной. Его пробивает Андрей Кива. Хороший навес и Шишкин с головы перебрасывает мяч в сетку. Окончательную точку в матче поставил нападающий СКЧФ Юрий Плешаков. На 85-й минуте Станислав Гудзикевич вырывается из-под опеки двух соперников и пасует на нападающего. Федосийский защитник попытался прервать передачу, но не попал по мячу. Удачное стечение обстоятельств, выход один на один и последующий за ним гол. К слову, автор третьего гола Юрий Плешаков в этот день праздновал свое 27-летие. Счет 3-1 и первые набранные очки для нашей команды. По результатам второго тура СКЧФ занимает вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч состоится 5 сентября в Ялте. Моряки встретятся с местной командой «Рубин». Иван Клепачев, Севен Форумбюро.